Здравствуйте! В эфире программа Горячая линия. По району получается, что я хожу по замкнутому кругу, и мне никто не может помочь вернуть мое законное имущество и попасть на мою законную территорию. Все необходимые документы, решение суда, что действительно какая часть принадлежит мне, я готова предоставить. И прошу помощи квалифицированным специалистам, помочь в этом вопросе, разрешить благополучно, чтобы как-то я имела право занимать свою территорию, или же разъяснить, что нужно сделать для того, чтобы я могла пользоваться полностью своим имуществом, которое жизненно мне необходимо. Разделить совместно нажитое имущество бывшая семья Курниковых не может с 2018 года. В решении суда подробно прописано, что и кому положено, но на деле все гораздо сложнее, чем на бумагах. Оксане до сих пор не удалось забрать свои вещи из некогда общего дома. Сейчас попробуем разобраться в этой истории. Оксана Курникова была уверена, что вышла замуж раз и навсегда, и надеялась жить с мужем долго и счастливо. Но весной 2018-го ее супруг Сергей Курников нашел себе новую любовь. Сейчас, помню, 1 апреля, когда он ушел к своим родителям, которые живут недалеко, и потерял сына три дня. У меня на тот период подросток был сын, то есть у него свои эмоции. И мы наблюдали это все, когда он уезжал в неизвестном направлении, пропадал на два на три часа. Я стояла около окна по нескольку суток. Я как бы очень тяжело переживала. Мы только отстроили дом, мы начали делать ремонт такой. У нас планы были, мы рисовали там кухню, хотели привести все в порядок. Оказавшись брошенной, Оксана предложила бывшему супругу разделить имущество и спокойно жить дальше. Но спокойно не получилось, говорит женщина. Я неоднократно от него слышала, что дом он строил для себя. И я поняла из его истории так, что он не планирует ни мне, ни сыну ничего оставлять. Здесь чем я вынуждена была подать на раздел имущества. Принял Каневской районный суд решение, что дом делится пополам. Его это не устраивало. Подал апелляцию на Край. Край утвердил решение суда Каневского. Ну и как бы дом все по-честному поделили на две доли, два собственника. Оксана говорит, что отношения с родителями бывшего супруга были хорошими. До суда о разделе имущества. На заседание они пришли в качестве свидетелей и сообщили, что давали деньги на строительство дома. Такой поворот событий шокировал женщину. Они подтвердили, имело место быть двум распискам, которые они сфабриковали перед судом. И где было сказано, что мы брали у его родителей большие суммы денег. А этого не было? Нет, на самом деле этого не было. И вот свекры и свекровь суде давали показания, что я об этих расписках знала. И как бы была согласна. Но это исключительная ложь. Но даже после этого судья все равно разделил дом. Оксана считает, что такое решение очень обидело бывшего супруга. И он вступил в настоящую борьбу за все, что было нажито вместе за 17 лет брака. Поделили машины, кредит тоже, автокредит поделили пополам. Это были его иски. И, соответственно, я проигрывала эти суды. После чего на меня падали все расходы по адвокатам, по издержкам и всем прочим. То есть я попадаю в большие долги. Я ему дала сумму, которую я не смогла вовремя погасить. Он подал приставам. Там росли проценты, о которых я узнала потом. Потом были еще следующие суды. Это дошло дело до того, что делили... Он предложил поделить все, что находится в доме. Доходило дело до смешного. Делили бэушную мебель, делили фены, делили миксеры, микроволновки и все прочее. Есть законное решение суда. Что принадлежит мне, а что ему. Вот то самое решение суда. Здесь указано, кому из супругов принадлежит каждый предмет в доме и сколько он стоит. Документ давно вступил в законную силу. Вот только Оксана своих вещей не получила до сих пор. Вот с 21-го года я не могу забрать свое имущество. Я обратилась к приставам. Мы приезжали приставами сюда. Он нас встретил, значит, завел во двор приставов. Это была совершенно не моя мебель. Был какой-то хлам, старые диваны, истерзанный холодильник со свалки. И не постеснялся с моего холодильника, который мне отписан, переклеить буквы. Дошло дело до того, что он опустился до такого момента. Зайти в дом привычным способом Оксана не может с 2023 года. Сергей сменил замки на всех дверях, воротах и калитке. Был еще один суд по разделу домовладения в натуре. Была экспертиза, и его вариант предложенный. Суд принял. Две двери находятся у него. У меня вход только через окно. Пальную зону мне отделили и банную. То есть самый такой неприемлемый вариант. Суд выделил Оксане Курниковой вот этот участок земли и вот эту часть жилого дома. На графике они помечены зеленым. Но попасть в свое законное жилье женщина может только через окно. Мы идем по пути, который выделим судом. Это очень жестоко. Аккуратно. Так, Артур, давай потихонечку за нами. Только камеру береги. Все, что здесь находится, абсолютно не принадлежит мне. Эта мебель стояла на террасе, привезенная от его родителей. Просто на террасе вот здесь. Время. Да. Столы, столы, икея. Вот они наклеены были, он мне показал при приставах. Мы с родителями приезжали, пытались вот там открутить часть забора. Мы проходили туда. В окно я не попадаю, даже в окно. Потому что одно изнутри завинчано шурупами. Ни полиция, ни участковые не могут мне в этом помочь. В дом он не пустил ни меня, ни пристава. В приставе наложили штраф ему административный и как бы уехали. Сейчас в доме обитает только старый кот. Бывший супруг Оксаны работает вахтовым методом далеко на севере. А пока мужчины нет, за территорией следит система видеонаблюдения. Я хочу, допустим, либо отстроить себе, чтобы было куда вернуться моему ребенку с армии. Либо я предлагала неоднократно выкупить его. Но он предлагает очень смешную цену. Ну, то есть практически бесплатно. Мы заключили с ним в октябре 2022 года еще одно мировое соглашение, в котором сказано, что он помогает цену. Но после 1 октября, значит, я не имею права вообще здесь находиться. Вымотанное всевозможными судами я это соглашение подписала. Оно действительно для меня кабальное. Там условия только в его сторону. Мы строили его с нуля. Все, что здесь построено, я все свое свободное время здесь тоже находилась. Все отпуски, также брала и кредит, и все. То есть я полноценно здесь положила много сил и средств. И я считаю, что он неполноправный, здесь полностью владеет все. Он мне постоянно угрожает, что я тебя сделаю банкротом. Ну, в том плане, что я заберу оставшуюся часть дома у тебя. Я не претендую на что-то большее. Я прошу, хочу, чтобы мне помогли забрать свое. Горячая линия позвонила Сергею Курнякову. Он посоветовал нам внимательно изучить решение суда. Все вопросы на текущий момент решены в судебном порядке и мировыми соглашениями. А почему вы тогда препятствуете пользованию имуществом бывшей супруги? Вы на каком основании это утверждаете? Ну, со слов вашей бывшей супруги. Ну, вот мы сейчас находимся возле вашего дома, и она попасть к себе домой не может. Вы попросите у нее судебное решение по разделу, и там все сразу вам станет ясно. Она должна была сделать некоторые мероприятия, отдельный вход, отдельный въезд для того, чтобы попасть. Обратитесь к первоисточнику сперва, прежде чем что-то вот выждать. Ну, а как она сделает? Отдельный вход, отдельный въезд, если у нее нет доступа? Вырезать часть забора пилой? Всего доброго. Горячая линия вызвала на улицу Победы полицию. Сначала к нам приехал наряд патрульно-постовой службы. Я здесь прописанно проживаю. Решением суда половина домовладения принадлежит мне. Но второй собственник поменял полностью все замки. У меня там находятся лишние какие-то вещи. Но даже если их там не было, я имею полное право находиться в своем домовладении. Выслушав проблему, старший группы вызвал дежурного участкового, а со съемочной группы взял объяснение по факту вызова полиции. Пишите по существу, могу пояснить, что, и излагайте мысль. Участковая приехала очень быстро. Оксана тезисно объяснила ситуацию. Пишите заявление, правильно? Обязательно. Я который раз не могу попасть к себе на свою территорию. Процесс приема заявления был очень долгим. Представитель правопорядка внимательно изучила все нюансы, сделала необходимые снимки на свой мобильный и уехала к родителям Сергея. Мы тоже хотели с ними пообщаться, но Оксана попросила этого не делать, чтобы лишний раз не волновать пенсионеров. Итак, это был Каневской район. Эксперт горячей линии Артем Леснов изучил материалы и первым делом порекомендовал фиксировать на фото и видео моменты, которые препятствуют исполнению решения суда. В случае физического раздела домовладения, где необходимо провести работы, обустроить входа и так далее, а лицо нам вторая сторона препятствует. После фиксации мы вынуждены обратиться в суд с требованиями о запрете воспрепятствования в пользовании, выделенной частью домовладения, в производстве работ и так далее. В судебном порядке установить, подтвердить эти обстоятельства, которые возникли по воспрепятствиям. То есть в суд вы обращаетесь с иском ко второму собственнику домовладения с требованием не чинить препятствий в пользовании вашим имуществом. После вступления в силу судебного акта об обязании не чинить препятствия, мы сможем обратиться в суд за получение исполнительного документа, обратиться в службу судебных приставов для принудительного исполнения. В случае, если лицо будет продолжать препятствовать, мы будем продолжать это фиксировать. После чего такая сторона может быть подвергнута административному наказанию за злостное уклонение или воспрепятствие исполнению судебного решения. И после привлечения лица к административной ответственности за такие факты, лицо может быть подвергнуто уголовному наказанию, уголовному преследованию за тот же самый состав преступления. Привлечь к решению проблемы можно полицию. В заявлении участковому нужно указать, что вам как собственнику препятствуют в пользовании вашим имуществом. Те вправе квалифицировать действия второго собственника, соответственно, бывшего супруга, по 330-й по самоуправству. Потому что, в принципе, такие действия под собой законодательных оснований не имеют. Договоры, соглашения и прочие документы, подписанные двумя сторонами в неофициальной обстановке, не должны нарушать конституционные права ни одной из сторон. Простая письменная форма договора, подписанной сторонами, в целом имеет юридическую силу. За исключением положений, противоречащих законам. Это была программа «Горячая линия». Если вы попали в подобную историю, то алгоритм решения проблемы уже готов. Пользуйтесь. Обязательно подпишитесь на наш канал в Рутубе и Ютубе. Называется он «Кубань24Док». Там вы можете оставлять свои комментарии. Присылайте свои письма на адрес электронной почты. Звоните на телефон «Горячей линии» и обязательно добивайтесь справедливости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова